Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Мурат Ахундов, известный политолог и эксперт из Азербайджана. Здравствуйте, господин Ахундов. Добрый день. Здравствуйте, Михаил. Ну что ж, господин Ахундов, давайте с вами пройдёмся по основным темам и начнём с армяно-азербайджанского мирного процесса. На прошлой неделе стало известно о том, что стороны фактически временно отказываются рассматривать, скажем, зангизурскую тему, тему открытой коммуникации в рамках мирного договора. Ну, я слышал объяснение со стороны, скажем, азербайджанских политологов и некоторых активных политиков, которые комментируют внешнеполитические темы, что Азербайджан как бы не отказывается, да, но просто Азербайджан по-прежнему ставит зависимость открытия зангизурского коридора, открытия всех коммуникаций, соответственно, в регионе, так. То есть пока Армения не открывает зангизурский коридор, значит, соответственно, не открываются и другие коммуникации для Армении. Но позицию Армении все знают. Зангизурский коридор, который, скажем, слово коридор очень раздражает армянскую сторону, транспортный узел, сюникский, да, он должен функционировать только по правилам, скажем, республики Армении, так. Значит, позиция, в принципе, она не поменялась, она не на вам. Но новое то, что за тему зангизурской дороги или зангизурского коридора уже не цепляются в контексте именно мирных переговоров, хотя об этом шла речь еще несколько месяцев назад, потому что тема открытой коммуникации и тема зангизурского коридора, она поднималась после 44-дневной войны в заявлении трех сторон по окончании этих военных действий, когда Армения брала на себя обязательство открыть эти коммуникации для Азербайджана. Как вы оцениваете, собственно, происходящее? Почему тема зангизурской дороги, зангизурского коридора, она отошла, скажем, ну не на второй план, но уже не рассматривается именно в контексте пакета мирного соглашения, то есть базового мирного соглашения? Как условия? В первую очередь хочу поблагодарить за приглашение. Давно не виделись и давно не общались, особенно на такие интересные и актуальные темы, которые сейчас происходят в мире и, в частности, в принципе, для меня важным в нашем регионе. Немножко повторюсь, наверное, но всегда говорил, что открытие коммуникаций на Южном Кавказе в первую очередь это нужно, конечно же, Армении. За все эти годы до конфликта, начиная после завершения Первой Карабахской войны и продолжая до 2020 года, Азербайджан, ну, темпы развития Азербайджана все видели, то есть что стало с Азербайджаном за все эти годы, все видели, наблюдали. Это, естественно, в первую очередь благодаря тому, что были проложены некоторые транспортные пути, в частности, которые после производства азербайджанской нефти, азербайджанского газа и транспортировка до определенных стран, до Европы, до России и так далее, и так далее. Армения за все эти годы развития Азербайджана как энергетического партнера разных стран всегда оставалась в стороне, потому что все из-за этого конфликта, вот для армян, благодаря этому конфликту, они остались вне этих региональных маршрутов, так как, потому что, ну, все, в основном, все пути они прокладывались через Грузию. Но если просто посмотреть на карту, то прокладка таких дорог и таких маршрутов от Азербайджана до Европы, проходя через Армению и так дальше, Турцию и так далее, намного ближе. То есть, а если ближе, то на самом деле выгоднее. Сейчас получается, что как? Постконфликтный период. Азербайджан и Армения сблизили свои позиции. Они могут договориться по многим вопросам, что мы, в принципе, уже показали. Насчет обмена военнослужащими, а также совместное заявление в прошлом году, сделанное аппаратом администрации президента Азербайджана и офисом премьер-министра Армении. Это явное тому доказательство, что стороны могут, в принципе, договариваться, тем более о важных вопросах. Что касается Зангизурского коридора, эта тема всегда болезненно воспринималась в Армении. Считалось, что экстерриториальный коридор, он не является не в интересах Армении, и это какие-то красные линии. На самом деле появление такого коридора, подобного коридора, потому что подобные коридоры, они есть везде, во всем мире, в частности, Европе, и даже между странами, которые особо друг друга недолюбливают. То есть тут я уже даже могу привести пример России и стран Балтики. Сейчас, что касается, почему Азербайджан и Армения решили отказаться, нет, на самом деле Азербайджан не отказывался от своих справедливых желаний и требований от республики Армения. Сейчас этот вопрос временно откладывается. Азербайджан откладывается именно для того, чтобы приблизить подписание мирного договора на выгодных для обеих сторон условиях. Именно эти условия в первую очередь всегда касаются, как вы знаете, преамбулы конституции Армении, где черным по белому есть определенные отсылки и притязания к международопризнанной территории Азербайджана, я имею в виду Карабах, и также другие юридические вопросы, которые в дальнейшем могут привести к аннулированию неких договоренностей. Поэтому сейчас вопрос точки, которые нужно поставить, он действительно сейчас более важен. Это первый вопрос. Второй момент, это первая часть моего ответа. Вторая часть ответа именно состоит в том, что есть сейчас понятие, что есть сейчас такое понимание, экспертное мнение о том, особенно в соседних странах, что Азербайджан, Иран и Россия, они договорились о том, что маршрут север-юг будет проходить через территорию Азербайджана, и тем самым вопрос Зангизорского коридора будет рассматриваться в будущем. То есть Иран и Россия, они договорились и спасли Армению от Азербайджана, который там что-то хотел поглотить и так далее, войти на территорию. Ну, тут такие мнения высказываются. Но смотрите, маршрут север-юг, который сейчас был обсужден в ходе даже недавнего визита Шойгу в Азербайджан и также во время других встреч и других разговоров, о которых, возможно, мы даже о некоторых даже не знаем. Он, ну, на самом деле, тоже оставляет сейчас Армению немножко в ауте. То есть сейчас из-за, скажем так, сближения позиций Тегерана и Москвы, особенно сейчас, то есть вопрос договоренности, вопрос увеличения того оборота, особенно для подсанкционной России, которая сталкивается сейчас с определенными трудностями, и для Ирана, который 79-го года тоже находится под санкциями, им приходится как-то тоже выпутываться и выкручиваться. Учитывая положение Китая, которое сейчас больше внимания уделяет некоторым другим рынкам, то появление такого коридора, такой дороги, это было очень важно, и Армения очень хотела, чтобы эта дорога проходила через ее территорию, но из-за географических некоторых причин в частности в том, что граница между Арменией и Ираном, вот этот участок дороги, он на самом деле является, участок границы находится в гористой местности, и прокладывание определенных маршрутов железнодорожных и новых каких-то автобанов скоростных, это немножко сложно. И открытие этой дороги через Азербайджан немножко оставляет Армению в ауте. Я всегда говорил, и еще раз повторюсь, что открытие Зангизурского коридора, открытие коммуникации в регионе в целом очень нужно Армении, потому что нельзя воевать с двумя своими соседями, держать границу закрытой, и при этом надеяться на увеличение, на удваивание, утраивание к развитию экономики, процентов развития экономики. А сейчас Армении именно это и нужно. Ну, этот вопрос будет рассматриваться уже после того, как Азербайджан и Армения подпишут мирный договор, хотя я не думаю, что мирный договор будет подписан в очень скором времени, не разделяя того оптимизма, который есть у моих коллег, или то, что некоторые эксперты утверждают, возможно, подписание какого-то рамочного соглашения между Баку и Ереваном в течение нескольких месяцев, а затем уже будет, наверное, идти работа над подготовкой мирного договора, но, опять же, Азербайджан не будет подписывать какой-то срочный мир. Столько лет работы, постепенной работы, и то, что мы видим, что официальный Баку делал для этого постепенно, постепенно, постепенно. Вот такая, скажем так, точная и продуманная работа, не думаю, что будет завершена каким-то недоработанным документом. Я думаю, что, к сожалению, к моему огромному, к сожалению, подписание мирного договора затянется. Все зависит, насколько это все затянется, все зависит от внутриполитических процессов в Армении, конечно же. Статья в «Телеграф» появилась буквально несколько дней назад, которая у себя обсуждала на канале. Статья в «Телеграф», в которой говорится о том, что Пизишкиан борется с Ксиром в рамках, скажем, иранской политической структуры, где, понятно, главная роль принадлежит лидеру Ракпару. Пизишкиан больше такая номинальная фигура, условно, например, министр, такая королева, которая царствует на неправед, но на которую хотят повесить очень много политических проблем. И, учитывая то, что Пизишкиан приходил с идеей нормализации отношений с Западом, фактически серьезные какие-то конфликты с Израилем, они бы поставили крест на планах Пизишкиана. А именно этого хочет Ксир, то есть хочет ударить по Израилю. И статья в «Телеграф» как раз авторы предлагают, скажем так, некую идею, основанную на неких данных, полученных с Тегерана, о том, что Иран может ударить по израильским базам, которые, по мнению авторов статьи, находятся в Ираке, либо Азербайджане. Ну, надо сказать, что азербайджанская страна отрицала наличие у себя подобных баз, так, но это даже и не важно на самом деле. То есть сам факт, что, скажем, для того, чтобы спустить пар, Иран может ударить либо там по Азербайджану, либо по Ираку, да, вот по каким-то, скажем так, инфраструктурным точкам, связанным с Израилем. Вот насколько вы верите в это, насколько это вообще звучит правдоподобно, реалистично, опять же, повторюсь, это не моя придумка. Это то, что написала Телеграф. Поэтому все владеют английским языком, могут спокойно почитать и убедиться, что это данные, опять же, статьи Телеграф. Ну, я знаком с этой статьей. Я думаю, что многие мои коллеги в Азербайджане тоже с интересом восприняли эту новость. И она как бы... Она не так обсуждалась в Азербайджане, не стала темой дня, потому что никто в это не верит. Никто в это не поверил. Но, тем не менее, статья очень интересная, я вам скажу. Тот человек, который это придумал, наверное, сидел или очень долго об этом думал, как-то пытался это сформулировать, или же увидел во сне и утром подобное выдал. Это одна сторона медали. Но, если разрешите, я немножко попробую объяснить, особенно для тех, кто не верит, что Пезешкиан может ударить по Азербайджану, или Ксир могут ударить по Азербайджану. Пезешкиану ожидать можно от них всё, всегда. Потому что корпус стражей исламский... Вот сегодня 13-й день с того дня, как Исмаил Ханья был убит в центре Тегерана. Ксир действительно очень-очень сильно оскорбился. Им плевать на Ханью, им плевать на то, кто возглавляет Хамас. Ханья, Симвар, или, я не знаю, какой-то Абубакр Аль-Багдади из ИГИЛа. Им абсолютно плевать, кто это делает. Для них оскорбительно, что такое произошло в центре Тегерана. Это означает, что у Моссада есть большое количество внештатных сотрудников в рядах Корпуса стражей исламской революции или других спецслужб Ирана. Это означает, что иранские спецслужбы, в том числе и Корпус стражей исламской революции Ксир, и полиция Тегерана, и тайные какие-то охраны, люди, которые отвечают за охрану иностранных гостей во время инаугурации президента или официального визита. Они не смогли предотвратить и очень халатно отнеслись к охране, особенно лидера Хамас, поэтому сейчас для них месть – это очень важно. И это, в принципе, все понимают. Но, с другой стороны, любая месть иранских властей и официального Ирана приведет к эскалации конфликта. То есть я имею в виду, что более-менее какой-то ответ, который почувствует на себе Израиль, неважно, это будет то же самое, что Иран предпринял в апреле этого года, запуск ракеты, или какие-то точечные удары, или убийства каких-то израильских чиновников, военных. Израиль предупредил, что он не против воевать абсолютно, потому что Натаньяху сейчас сделал такой ход, и, в принципе, Израиль уже находится в таком состоянии, что они сейчас готовы на все. Поэтому, учитывая, что Израиль на взводе, Иран был предупрежден и со стороны стран региона, но об этом, по крайней мере, официально призналась Россия, и неофициально стало известно, что США тоже передали сообщение, что лучше не надо, то есть эскалация конфликта сейчас невыгодна, потому что следующим шагом Израиля будет удар по, возможно, энергетической системе Ирана, по определенным объектам, которые находятся в Иране, что может просто парализовать экономику, а учитывая хрупкость экономики Ирана, это равно катастрофе. И, естественно, потом Иран должен будет ответить, даже если это не выльется все в войну, но для Пизешкиана и его новой команды это не самое лучшее начало для президентского срока. Почему мы думаем, что КСИР и Пизешкиан выступают на разных фронтах? Да, они, естественно, выступают на разных фронтах. Первое – это элитная военизированная компания, которая давно уже переросла в себя и сейчас является фактически управляющим звеном Ирана. Другой – это новый президент-реформатор, добро на которого дал верховный лидер Ирана. То есть без согласия Хаминеи, просто для зрителей, для людей, которые не разбираются или не так сильно разбираются в иранской политике, без слова «да» от Хаминеи ни реформатор Пизешкиан, ни консерватор Саид Чарили, ни кто-то другой, неважно кто, не могли возглавить страну. То есть мы там выборы, я не знаю, там, экзит-полы, вот все-все-все. Первый тур, второй тур – неважно. Это все можно отложить. Без слова «да» от верховного лидера никто не избирается президентом в Иране. И это уже очень-очень давно. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там «революд». Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Вы мне скажите, господин Ахундов, вы лучше меня понимаете специфику, потому что это ваш регион, вы лучше меня понимаете специфику Ирану. Но вот если вспоминать странную гибель Раиси, вне зависимости от того, помогли ли Раисе уйти на тот свет, либо он ушел сам, вне зависимости от этого, тогда же говорили о том, что Раиси, он как бы претендовал на должность верховного лидера Ирана после ухода действующего, значит, Эталы. И, естественно, что, скажем, от Раиси могли просто избавиться, и все. Но, опять же, возникает вопрос, зачем Пизишкиан понадобился в кресле, скажем так, в кресле президента Ирана, при том, что, в отличие от Ахаманди Низжада, который тоже был либералом в внутренней жизни страны, он еще и как бы либеральных взглядов на внешнюю политику Ирана. То есть не видите ли вы в этом попытку Ракпара, если рационально посмотреть на то, что происходит там, ну, скажем так, так, дать по зубам Ксиру, так, создать для них альтернативу, чтобы действовать по принципу Макеевелли, разделяя и властвует. И хотя Пизишкиан, он слабая институциональная фигура, но, тем не менее, это лучше, чем представитель Ксира на позиции президента. Тогда это автоматически обеспечило бы Ксиру право на выдвижение, значит, в Аяталы после ухода Хамини, например. Ну, я, по крайней мере, так считаю, что смерть Раиси очень сильно повлияла на Хаминеи, потому что сейчас ходили слухи, что Раиси может после смерти Хаминеи, а он уже достаточно пожилой человек, может занять место Ракпара. Второй вариант – это то, что многие так строили конспирологию, что его специально убрали, чтобы сын Хаминеи после смерти отца возглавил духовенство и лидерство страны. Но в Иране такая передача власти по наследству, она не приветствуется. Там больше идеологическая такая, идеологическая такая герархия. Я думаю, что Раиси действительно претендовал на роль великого верховного лидера Ирана и для Ксиры, и для Хаминеи, и для многих, скажем так, сторонников такой системы теократии. Это стало большим ударом. И сейчас я думаю, что Хаминеи действительно в поисках наследника, которому он может оставить страну, Раиси, наверное, скорее всего, был у него номер один кандидатом. Сейчас, разделяя властву, это абсолютно все верно. Сейчас во главе страны реформаторы и есть, скажем так, Ксир, который настроен абсолютно воинственно и, соответственно, хочет большой войны и не просто, в принципе, ударить по Израилю и по другим. И в то, что несколько лет назад мы и до сих пор мы наблюдаем за развитием в том числе и в экономическом плане, и в военном плане таких движений, прокси Ирана, как мы их называем, как хуситы, как хезболла, как оппозиция, оппозиционные какие-то движения, как они сами себя называют, в Ираке, которые постоянно бросают дроны и большие ракеты на посольство и военные базы США в Ираке, в этой стране и другие небольшие отряды, прокси, ну, вот все прокси. Это все произошло благодаря тому, что Иран постоянно поддерживал, особенно при прежней власти, при России, когда между Ксир и властью была какая-то определенная гармония, идиллия, где они практически выступали с одними и теми же тезисами, вот эти консерваторы. И получилось так, что, да, действительно, за все это время, за последние годы, Хамас, хезболла, хуситы и другие воентированные группы, они получали огромную поддержку со стороны Ирана, ну, и вылилось это в то, что 7 октября случилось, и до сих пор продолжается вот эта война между Израилем с Хамас, Хезболло и все такое. Возвращаясь к тому, что мы сейчас вот говорили про Иран, что будет сейчас? Пезешкян, реформатор, да, он такой вот исполнитель государственной политики, которая сейчас нужна Ирану, сейчас, да, Ирану нужно договариваться, и договориться ли Пезешкян, дадут ли ему договориться, потому что корпус стража Исламской революции хотел продолжения консервативной политики и очень сильно обиделся на то, что сейчас происходит, то есть верховный лидер выбрал такой реформатор, реформаторское крыло власти. Ну, это достаточно интересный вопрос, учитывая то, что он уже начал говорить с иностранными лидерами, там, о чем-то договариваться, а то, что они могут ударить по, вот, то, что вы спросили про статью «Телеграф», в которой написали, что они могут ударить по каким-то базам в Азербайджане, ну, пусть найдут сперва какие-то базы, что-то они, 30 лет, последние 30 лет они об этом говорят, говорят, ну, по крайней мере, 20 точно, говорят, 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 что вот, там, израильские базы, базы Моссада в Азербайджане, но за 20 лет пока что ничего не смогли найти. Господин Ахундов, у меня будет в завершении вот какой к вам вопрос. Вы очень, скажем, серьезный специалист в области, ну, там, медиа-технологий, в том числе того, как устроена, скажем так, политическая система и политические отношения внутри Азербайджана. Я с большим интересом изучаю азербайджанские медиа на русском языке. Я, кстати, считаю, что это очень профессиональные медиа, и я хочу поблагодарить и журналистов Азербайджана, и вообще медиа. Но это реально очень высокий уровень, на мой взгляд. Очень высокий уровень оперативности подачи, информации, анализы. Очень высокий уровень, подчеркиваю. Но вот мне, безусловно, интересно анализировать то, что касается государства Азербайджана. В первые, скажем так, часы, когда появилась Татьяна Телеграф, они написали азербайджанские паблики, азербайджанские медиа-ресурсы. Некоторые упоминали Азербайджан и эту гипотезу с военными базами. Закавычивая, тем не менее, давая официальную правительственную точку зрения о том, что никаких баз нет, это все, значит, поклеп. А некоторые, в принципе, не упоминали Азербайджан как таковой, говоря о том, что в статье говорилось о том, что Пизешкян может ударить, то есть Иран может ударить по задумке Пизешкяна по соседу Ирана, не упоминая название этого соседа. Но потом, на следующий день, появился как бы, значит, слив источника из информации, источника информации администрации президента Лива. Мы понимаем, что в Азербайджане такая есть тема, что ты не можешь просто так, скажем так, ссылаться на позицию, в администрации президента Лива, если оттуда не пришла рекомендация что-то опубликовать. Ну, это просто невозможно. И, значит, как бы этот слив, то, что в западном терминологии называется там слив информации источника в администрации президента, сказал, что Азербайджан находится в недоумении, не верит всем, значит, публикациям, которые направлены на то, чтобы поссорить два народа, учитывая то, что Пизешкян и президент Лив, договорились перезагрузить отношения, да еще эта договоренность была достигнута и при, значит, о президенте Рейси. Значит, Азербайджан просит, чтобы дезавуировать какие-либо сомнения и поклепы со стороны, значит, врагов и неприятелей, чтобы Иран официально выступил с опровержением этой публикации. Понятно, что Иран, скажем, не спешит этого делать, да, но вместе с тем, очевидно, что данная публикация в какой-то степени взволновала администрацию в Азербайджане, так, администрацию президента Лива. Вот как вы видите ситуацию, как, учитывая ваш, скажем так, опыт, вы могли бы прочесть те знаки, месседжи, которые мы получаем из администрации Лива, видим из администрации Лива? По поводу того, что медиа в Азербайджане вы изучаете, вы смотрите, читаете, я очень действительно рад, но я вам скажу, что раньше, по крайней мере, азербайджанские СМИ, они были более лучше, что ли? Вот я пока что не смог придумать именно то слово, которое я хотел бы именно, каким словом я хотел бы охарактеризовать, ну вот, говорят, что раньше было лучше, возможно, раньше было чуть-чуть лучше. Сейчас, к сожалению, открылись какие-то новые СМИ, а те журналисты со стажем, они или ушли на пенсию, или сейчас поменяли сферу деятельности. К сожалению, раньше таких аналитических материалов, которые могли бы полностью оплатить тему и как бы начать и затем поставить точку, их было, конечно, больше, и именно на статьях, на письме вот этих людей, мы, я, по крайней мере, считаю, что я и вырос, и в том числе поэтому и полюбил эту профессию. Что касается того, что вот вы сказали по поводу произошедшего слива, да, это вообще нормальная практика, администрация или Министерство иностранных дел не могут, конечно, могут, но нежелательно, чтобы они комментировали статью, которая озаглавлена вот то, что Иран может, предлагает ударить по Азербайджану или по Ираку, и там вот первое предложение надежный источник из Тегерана нам сообщил, что вот президент Пазешкям предложил Хамени не бить по Израилю напрямую, а ударить по базам по Азербайджану. Кстати, многие не поверили в то, что Пазешкян является этническим азербайджанцем и даже вспомнили его интервью, где он говорит, что в детстве они вообще не говорили на фарсе, а говорили только на азербайджанском. Вот это специфика южноазербайджанцев, которые живут, наших соотечественников, которые живут в Иране. Да, вы знаете, господин Ахунтов, я прошу прощения, вот вы здесь абсолютно правы, я, честно сказать, был удивлен, потому что эту тему обсуждал, скажем так, в одном из своих предыдущих эфиров, и многие азербайджанцы, которые, скажем, просмотрели этот эфир, видно было по комментариям, они просто в это не поверили, да, то есть, вы знаете, вот поразительно, как функционирует общественное мнение, вот какое-то время назад у меня с другим экспертом выходило подробнейшее интервью на тему, скажем так, южного Азербайджана, и на тему того, что пизишкиан азербайджанец, и он, значит, будет сближать интересы двух стран, и в это люди верили, потому что люди охотно верят, во-первых, в позитив, нежели в негатив, они охотно верят тому, что если пизишкиан азербайджанец, он будет выстраивать отношения с Азербайджаном, да, при этом, когда речь коснулась возможного удара со стороны Ирана по Азербайджану, о котором написал Телеграф, в это никто не поверил, ну, я уже молчу о том, что мало кто удосужился прочесть статью, ссылочку на которую я повесил, да, потому что люди обычно не читают, они даже и не смотрят программы, они по заголовкам анализируют суть программы, но факт в том, что люди не поверили, то есть, это столько нонсенс, да что это такое, что вы о чем вообще говорите, что это за провокации, но и мало кому приходит, я просто договорюсь с вашим разрешением, мало кому приходит в голову, что есть, скажем так, политические калькуляции всегда, простите, но в России добрая половина руководства России это этнические украинцы, это им не мешает совершать акт агрессии против Украины, Козак, Матвиенко, но можно продолжать, да, значит, как? Ну, Аверчук, как бы, Ковальчук, кто угодно, да, то есть, там на самом деле, на самом деле, очень много этнических украинцев в России, которым не мешает совершать преступления против Украины, поэтому не смотрите на, скажем, национальную составляющую, это первое, второе, в понимании Пизишкиана, если действительно он об этом говорил своим советникам, удар по неким мифическим базам Израиля, существование которых Азербайджан официально отрицает, не означает испортить отношения с Азербайджаном, да, тем более там указано, что якобы необходимо предупредить сначала Азербайджану, то есть, Пизишкиана, скажем, дружба с Азербайджаном, удар по мифическим базам вполне укладывается в голове, то есть, я об этом хотел сказать. Да, потому что я вот как раз хотел добавить, что развитие отношений, а точнее, иногда и регресс в отношениях между Азербайджаном и Ираном, особенно даже последние годы, все это случалось при том, что в правительстве Ирана, а также сам верховный лидер Ирана, все они являются этническими тюрками, все они являются этническими азербайджанцами, то есть, для них вот этот вопрос национальности, он не важен. И Пизишкиану, я более чем уверен, абсолютно плевать на свое происхождение в плане развития внешнеполитических связей. То есть, может ли он теоретически ударить по Азербайджану, как, допустим, тот же самый Райси или тот же самый Махмуд Ахмед Ниджад или какой-либо другой президент или лидер Ирана. Да, ничем Пизишкиан от своих предшественников в этом плане не отличается. Отношения между Азербайджаном и Ираном, они достаточно сложные. И когда вот, возвращаясь к вашему первому вопросу сегодня, что Иран, Азербайджан, Иран и Россия, они открывают определенную свою дорогу, соединяются маршруты, и Армения опять остается в Ауте, в какой-то момент я даже думаю, что насколько Армения, как сосед хуже Ирана. Да, конечно, не было вопроса оккупации, не было вопроса каких-то того, что происходило в 90-е годы, затем 2000-е годы, 2010-е и 2020-е годы. Да, не было войны между Азербайджаном и Ираном, но с другой стороны, сколько всего плохого явно Иран сделал Азербайджану. Много. Огромная агентурная сеть, которая была создана в 90-х, какие-то титанические усилия в плане подчинения азербайджанцев какой-то своей религиозной идеологии, в том числе и совершения каких-то возможных продвижений там своих или там то, что в Азербайджане вырастет поколение, которое будет лояльно тому теократическому бреду, который распространяет Иран. То есть, грубо говоря, если Иран смог создать, точнее, развить и кормить такую организацию, как Хезболла, а это не шуточная организация, это действительно сильная военизированная организация, которая практически управляет частью Ливана. А представьте создание такой подобной машины, военной машины в Азербайджане. Слава Богу, этого не произошло. Я не знаю, в каком состоянии мы сейчас бы были. То есть, судьба нам, наверное, улыбнулась, что такое с нами не произошло, учитывая, что мы находимся под блоком Ирана. и то, что вот мы говорили про то, что Пезешкян азербайджанец и будет выстраивать хорошее отношение, не уверен. Абсолютно не уверен. И то, что он говорит по-азербайджански, и то, что он постоянно везде в своих интервью, недавно появилось видео, как он в маркете с продавщицей говорит по-азербайджански. Никак это к развитию отношений между азербайджаном и Ираном не имеет. Вы знаете, у нас был такой министр образования в Украине Дмитрий Табачник. Он когда-то возглавлял администрацию президента Кучма. Так вот, я вас уверяю, значит, Табачник один из немногих украинцев, которые идеально знают украинский язык, вот просто вот идеально знают украинский язык. Но при этом, извините, он коллаборант, он человек, который поддерживает государство-агрессоры России, он человек, который сейчас сидит в России, и он человек, который, как утверждает украинское следствие, так, принимал участие в том числе в развитии оккупационных администраций на временно оккупированных украинских территориях государственным агрессором России. То есть, казалось бы, да, этнический украинец, который написал замечательную книжку об украинской дипломатии, послушайте, реально замечательную книжку по украинской дипломатии, об украинской дипломатической школе. Этнический украинец написал замечательную книжку об украинской дипломатии. Образованнейший человек, но при этом поддерживает государство агрессора. Но оно вот так вот сочетается. То есть я к чему говорю? Я понимаю, что есть восприятие на этническом уровне, что если пизышкиан азербайджанец, он говорит на азербайджанском со своими детьми или внуками, значит, он любит Азербайджан. Но вполне возможно, и давайте не забывать, он гражданин Ирана. Если он, скажем, будет полностью... Президент Ирана уже. Да, президент Ирана. То есть если он будет, скажем так, проводить азербайджанскую повестку дня, или точнее антииранскую повестку дня, повестку, совсем контрастирующую с повесткой дня Ксира, значит, завтра, скажем, он может сесть на самолет и куда-то не долететь. И все. Я даже немножко добавлю, вот что хотел бы сказать. То, что пизышкиан азербайджанец, этнический азербайджанец, это создает возможности, что отношения между Азербайджаном и Ираном будут развиваться чуть-чуть лучше, чем при другой администрации. То есть национальность пизышкиана может ему и нам помочь устраивать более-менее хорошее отношение. Но это не означает, что пизышкиан будет инициатором и, как вы уже сказали, будет заниматься лоббированием азербайджанских интересов. Нет, абсолютно. В Иране до сих пор, как не было, газет и школ на азербайджанском языке, да и при пизышкеане не будут. То есть как этническое меньшинство, азербайджанское этническое меньшинство преследовалось, начиная с 79-го года, хотя азербайджанцы, которые там несколько, 20-30 миллионов, они были сторонниками свержения шахского режима в Иране. Они поддержали Рухулла Хумейни, когда он из Франции прилетел. То есть они активно участвовали в 79-м году в революции, в 78-м, в 79-м годах. Но при этом их обещания, которые были даны режимом теократов азербайджанцам, еще тогда, в конце 70-х, они до сих пор не выполнены. И то, что пизышкеан сейчас пришел к власти, он все изменит, да нет, он даже не может договориться. Он просто крыло власти, определенное крыло власти. Ксир, он, то есть его вот это реформаторское крыло, и, конечно же, верховный лидер. Вот это законодательная, исполнительная и судебная власть, как будто. Пизышкеан сам ничего не решает и, скорее всего, ничего не будет решать. Я искренне надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Ираном, они, по крайней мере, сохранятся на таком уровне, потому что они нас пока не трогают, ну, то, что было нападение на посольство, все эти вот обвинения в адрес Азербайджана, ролики ксир собранные, что они могут ударить по боку и захватить. Вот, пусть этого не будет, ну, и вот какой-то баланс, скажем так, пусть соблюдается. На большее мы и не рассчитываем, и нам, в принципе, это и не нужно. И, может, даже хорошо, что этого нет. И сейчас, конечно же, важно, что будет происходить в Соединенных Штатах. Этот момент очень хочу добавить. То есть в Иране этого тоже очень ждут, потому что если Трамп изберется, то опять придется все начинать сначала. Если все-таки Камала Харрис победит, то будет продолжение тех процессов, которые мы сейчас наблюдаем. Ну, и, конечно же, перемещение активной фазы войны спустя два с половиной года на территорию России, это тоже, конечно, немножко поменяет ситуацию. И я сильно надеюсь, что это приблизит мир, конечно же. Спасибо большое, господин Ахунтов, за это очень интересно подробное интервью в духе Реалполитика. Он признателен очень. Надеюсь, мы с вами будем часто встречаться и намного чаще, с чем мы встречаемся. И, действительно, я вам безумно благодарен за очень интересный взвешенный комментарий. Урада Хундов, известный политолог в Азербайджане, журналист, медиакоммуникатор, вот был сегодня с нами на YouTube-канале Daily Europe Online. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал, прокомментируйте, можете также помогать развитию канала. Буду вам предельно признателен. До новых встреч. Спасибо большое, господин Ахунтов. Вам спасибо.